С массовой драки начался весенний призыв в ряды украинской армии. Потасовка завязалась прямо напротив военкомата в Мариуполе, куда в принудительном порядке привели более 200 человек разных возрастов и профессий. Судя по поведению будущих солдат, перспектива служить их не обрадовала. Горожане, которые стали очевидцами беспорядков, поспешили высказать свое мнение о таких вооруженных силах новой Украины. О том, что в этой мариупольской воинской части сегодня ждут пополнения, горожане узнали от сотрудников магазинов. Утром с прилавков исчезло спиртное. 200 человек, которые попали под приказ о всеобщей мобилизации, скупили все, что горит. Будущие пограничники готовятся к отправке к месту службы. Многие призывники готовы воевать хоть сейчас, что и демонстрируют прямо у входа в часть. Кулачные бои вспыхивают одновременно в нескольких точках. Градус постоянно повышается. В итоге к КПП выходят местные жители, которые уже видеть не могут таких военных. Вот это да! Родину защищать! Зачем? И сами между собой... Сами между собой... Это позор в Украине! По словам местных жителей, то же самое происходит и по ту сторону забора. Такие фотографии в украинских социальных сетях уже давно не редкость. Все эти призывники, преимущественно из западных регионов Украины, добирались долго, пили много и как результат абсолютная небоеспособность. Я отсюда не уйду до последнего, по***ю, хотя твари не уедут. Раз такой разговорный. Многие даже не могут стоять на ногах, поэтому им отвели место прямо на земле, рядом с КПП части. Остальных худо-бедно военным удается загнать на территорию. По словам более трезвых призывников, их мобилизовали в полной неразберихе. Пришли повестки, а затем последовали звонки. Тем, кто хотел отказаться от службы, пригрозили тюрьмой. Пьяное пополнение несколько раз пытались успокоить и офицеры украинской армии. Но, судя по всему, призывников не смущают ни чины, ни звания. Подполковник пограничной службы так и не смог пробудить патриотизм в будущих солдатах. Люди, добрые, ну не позорьте, на***ь, как это вырыть. Нинерал стоить, на***ь. Люди, ну пожалуйста, ну будьте людьми. Ну, сядь, на***ь, что он молит, что он молит, что он молит, что он молит, что он молит. Такое войско. А заодно и скоро у одного из призывников случился припадок. Оказать первую помощь боевому товарищу, или точнее собутыльнику, никто из будущих пограничников так и не смог. Илья Ушенин, Ирина Трелицкая, телекомпания НТВ.